Так, давайте начинать. Тема презентации «Аналитика. Как и зачем?». Сначала немножко представлюсь. Меня зовут Юля, и, как говорят, я аналитик. На самом деле я заканчивала Московский авиационный институт. Я экс-руководитель отдела аналитики ИВИРУ. Я экс-руководитель продуктовой аналитики Дзена. И я руководитель аналитики СМО-трешки. А еще я преподаватель курсов в высшей школе экономики и также автор курса по SQL в той же высшей школе экономики. Давайте сначала поговорим про, как обычно, статистику. Я же аналитик. Что здесь надо… Где я работаю? Я работаю в СМО-трешке. И сейчас расскажу, что это такое. Сначала немножко статистики. Ежедневно телевизор смотрят 64% россиян, а ежемесячно телевизор включают вообще 100% россиян. Ну, почти. Там 99,9% в каком-нибудь периоде. Используют интернет ежедневно 78% россиян, а ежемесячно 81% россиян. И в какой-то момент мы все это решили объединить вместе и получилась СМО-трешка. Итак, что такое СМО-трешка? СМО-трешка – это интерактивное телевидение и техническая платформа ТВ для интернет-провайдеров. Мы более 10 лет на рынке и у нас более тысячи партнеров интернет-провайдеров. Также мы обладатель премии «Большая цифра». И нас смотреть можно везде, даже с чайника. Это реальная история. У нас есть очень много онлайн-ангентеатров внутри. У нас есть более 450 каналов. И это все СМО-трешка, и все это одно приложение. Если вам стало интересно, можете отсканировать QR-код и начать смотреть прямо сейчас. А теперь, собственно, вернемся к теме моего выступления. Собственно, кто такой аналитик? Варианты. Кто анализирует? Так, что анализирует? Данные. Отлично. Какие еще варианты? Ну, анализируют данные, тенденции, куда движутся рынки, технологии и так далее. Хорошо. Оля, мерч. Оля, мерч. Так, хорошо. В течение всего выступления я буду периодически давать кому-нибудь микрофон и за это дарить мерч. Так, итак, заходим в Википедию и видим действительно, что это аналитик, это специалист, который занимается различного рода анализа, это человек, который имеет склонность к анализу и это специалист, который опять же что-то там анализирует. Но цель-то не в этом. В чем же цель аналитики? И правильно, аналитик это человек, который помогает бизнесу принять решение. Именно для этого нужна аналитика. Не просто так поанализировать, не просто так на что-нибудь отвечать, а сделать так, чтобы бизнес развивался и улучшался все лучше и лучше. Ну а теперь куда же без примеров, покажем на простейших, почти на руках, как и зачем нужен аналитик. Предположим, у нас есть какие-то три тарифа у нашей смотрешки. В тарифы входят какие-то разные кинотеатры, какие-то разные телепередачи, что-то разное. Первый тариф стоит 300 рублей, купили 1000 человек. Второй тариф стоит опять же 400 рублей, купили 1000 человек. И третий тариф стоит 200 рублей, и здесь купили тоже 1000 человек. Собственно вопрос, какой тариф выгоднее? Еще кто-нибудь? Какой тариф выгоднее? Три тарифа купили одинаковое количество человек, один из них самый дорогой. Какой выгоднее? Второй. Второй. Отлично. Второй тариф, естественно. Это очень легко. Все просто. Все хорошо, все правильно, второй тариф. А теперь подумаем, что… А теперь предположим, что вы аналитик, и у вас есть сколько угодно данных, и вы можете с ними делать все, что захотите. Например, вы захотели получить длительность жизни абонента в этом тарифе. И что мы видим? Мы видим, что в первом тарифе, который стоит 300 рублей, люди в среднем живут 7 месяцев. Во втором тарифе, который стоит 400 рублей, люди в среднем живут 8 месяцев. И в третьем тарифе, который стоит 200 рублей, люди в среднем живут 20 месяцев. Собственно, повторяю свой вопрос. Какой тариф выгодит для нас, как для смотрешки? Совершенно правильно. Потому что стоимость этого тарифа будет за те самые 20 месяцев 4 тысячи. А маржа какая? Это уже следующий раз. Правильно, потому что дальше, если начать считать маржу, то уже мы можем уйти в достаточно долгие выяснения. Ну да, действительно. Вот, пожалуйста, одна простая задача, два правильных ответа. А дальше надо выбирать, что более выгодно для пользователя. Ну, точнее, для пользователя, для компаний, для всех. Потому что, в принципе, ответ про второй тариф тоже верный. Потому что во втором варианте мы получаем чуть меньше денег, но быстрее. Тут надо понять, что нужно сейчас. Ну и поехали дальше. Какие бывают аналитики? Возможно, продуктовые какие-нибудь. А еще? Ну да, продуктовые тоже будут. Бизнес. Отлично. Оль, там вот еще вариант был. Сейчас. Финансовые аналитики. Финансовые аналитики. Супер. Сейчас я пойду за мерки. Так, а еще варианты? Ну, на самом деле, все правильно, почти все назвали. Действительно, бывает продуктовые аналитики. Кто такие продуктовые аналитики? Это аналитики, которые анализируют продукт. Ну, на самом деле, нет. На самом деле, это аналитики, которые анализируют, что делают пользователи в продукте. И именно разбирают, какой пользователь, путь по продукту, будь то сайт, будь то, не знаю, даже любой продукт по продаже того же прекрасного напитка PIMS. Дальше что? Дальше есть аналитик данных. Аналитик данных – это человек, который просто работает с данными. Тут, скорее, конфетики прям нету. Это просто тут какой-то аналитик. Дальше BI-аналитик – это человек, который строит отчеты в разных BI-системах. BI-системов сейчас много. BI-системы – это сайт, где из разных источников подтягиваются отчеты, и вы видите красивые графики. Ну, вот, наверное, простыми словами так. Есть Power BI, есть Tableau, которое, к сожалению, ушло с рынка и так далее. Что дальше? Дальше это системный аналитик. И это аналитик, который занимается в основном анализом программного обеспечения, нового, текущего, и делает так, чтобы в компании все работало как часики. Дальше уже названный вами этот финансовый аналитик. Аналитик, который анализирует, собственно, финансы, строит отчеты финансовые, много, возможно, пользуется 1С. Дальше это бизнес-аналитик. И здесь я решила немножечко углубиться в это, потому что бизнес-аналитик – это слишком объемное название. На самом деле, бывает… Ну, вот я выделила три типа для себя, но бывает еще больше типов. Первый тип – это стратегический бизнес-аналитик. И это тот человек, который в основном разговаривает с топами, с ними строит какую-то стратегию, с ними придумывает, куда компании дальше развиваться. И это достаточно частая история для каких-нибудь консалтинговых компаний. Второй вариант – это операционный бизнес-аналитик. И здесь тоже, скорее, ближе к консалтинговой компании. Это человек, который анализирует процессы, анализирует, грубо говоря, операционку компаний. И тоже советует, куда компании лучше развиваться, смотря именно на ее процессы. И последний вариант – это бизнес-аналитик данных. И это, скорее, больше подходит для дата-драйва на компании, которые уже понимают, что данные им важны, данные им нужны, и строят свою стратегию, основываясь на данных. Какие же есть… В какой-то момент я сейчас сказала о дата-драйва компании. И тут надо немножко тоже пояснить, потому что компаний много, они все всегда разные. И в тот момент, когда аналитик выбирает, куда ему дальше развиваться, и куда ему вообще… в какую компанию пойти, ему нужно понять, на каком уровне сама компания по развитию анализа данных находится. Какие варианты есть? Первый вариант близко, наверное, к какому-нибудь сортапу, что-нибудь, которое только началось, это сопротивление данных компаниям. Это компании, которые понимают, которые только зародились, и которые идут дальше без аналитики, по интуиции. То есть, грубо говоря, представляют, что они и так во всем спецы, аналитика им не нужна, и они пойдут дальше, вперед без аналитики. Но в любом случае какая-то аналитика все равно есть, например, доходности или что-то типа того. Дальше это любопытство к данным. В этом стадии компания старается смотреть на данные. Она еще не совсем понимает, какие данные ей нужны, она не понимает, куда ей развиваться по данным, именно смотря на данные, но тем не менее она начинает собирать эти какие-то данные, где-то что-то трекать и дальше с этим как-то работать. Дальше это осознание ценности данных. В этом моменте появляются аналитические отчеты, появляются какие-нибудь базы данных простейшие, появляются какой-то анализ и какой-то ежемесячный подход, а давайте посмотрим аналитику. Ну и появляются, понятное дело, первые аналитики. Дальше это понимание данных. Здесь уже компания находится на стадии, да, аналитика нам однозначно нужна. Есть уже отдел аналитики, есть какая-то биосистема, я рассказала, что это до этого. Соответственно, здесь уже люди действительно осознают, что да, надо развиваться в аналитике, надо с этой аналитикой что-то делать. И уже делают. Ну и дальше управление с помощью данных. Здесь уже осознанный подход к аналитике. Есть база данных, есть, скорее всего, АБ-тесты. АБ-тесты это когда мы делим нашу аудиторию на одинаковые группы и проводим с ними на одной группе, показываем какой-нибудь баннер, в второй группе не показываем этот баннер и говорим, что ценность этого баннера измеряется уже в конкретных цифрах. Соответственно, здесь уже совсем компания понимает, что аналитика нужна, а в компании уже есть много аналитиков и все продолжают с этим работать. Ну и последняя стадия здесь data-driven компания, когда аналитика есть, может быть и не один отдел, много отделов аналитики есть, с ними что-то ребята делают, много разговаривают, постоянно придумывают разные штуки, придумывают разные АБ-тесты, проводят много-много исследований, скорее всего, еще даже проводят исследования на дополнительных людях, дополнительно нанимая какие-нибудь агентства, чтобы поговорили с людьми и очень осознанно к этому подходят. Ну и что же делают во всем этом аналитики? Аналитики делают исследования, много-много исследований, смотрят, как аудитория себя ведет в разных направлениях, в разных вариантах и так далее. Что еще делают? Еще они делают дашборды и отчеты. Здесь выводят на какой-нибудь определенный сайт какие-то определенные данные, строят их в определенном последовательности, делают так, что компания понимает, куда движется компания дальше. То есть видят проблемные места на этих графиках, понимают, что с этим делать. Дальше проводят и анализируют эксперименты. Они же АБТ-тесты. Про АБТ-тесты я вам уже рассказала. И также выдвигают гипотезы по улучшению бизнеса. Гипотезы могут быть различные. Гипотезы могут быть… Давайте попробуем сделать какой-нибудь один бесплатный тариф, посмотрим, как отреагирует аудитория. А давайте попробуем, покажем всем рекламу и посмотрим, опять же, как отреагирует аудитория, а мы на рекламе денег, понятное дело, заработаем. Или наоборот. Все привыкли смотреть. Все время говорю просмотреть, потому что в основном работала в кинотеатрах, и сейчас, собственно, не исключение. Поэтому, например, все пользователи привыкли смотреть какие-нибудь фильмы с рекламой, а мы возьмем и сделаем так, чтобы пользователи начали платить за этот фильм. То есть различные-различные варианты. Ну и какие знания нужны и навыки нужны аналитику, как вы думаете? Так. Математика. Математика, хорошо. Статистика. Статистика, хорошо. Excel, еще хорошо. Еще варианты. Умение видеть и обобщать данные. Отлично. Аналитический подход, да. Еще варианты. Логика. Логика, да. Ну, на самом деле, можно проанализировать, но еще эти знания нужно донести. О, это очень хорошо, да. И убедить руководство. Ну, на самом деле, вот этот навык… Там перечень просто способностей. Ну, вот этот навык, он редкий у аналитика. Его надо аналитику прививать. Причем аналитик может иметь все остальное, кроме этого. Окей. А вот про, на самом деле, про инструменты, мне вот только один ответ прилетел про Excel. А чего еще-то? Спасибо. Да, это то, что я хотела. Все правильно. На самом деле, ну, я не стала так много писать. Здесь можно этот список действительно… Ой, раз-раз. Куда-то близко подошла. На самом деле, этот список можно до бесконечности продолжать, увеличивать, уменьшать. Но для меня есть два обязательных навыка и два не совсем обязательных навыка. Первый обязательный навык – это аналитическое мышление, потому что без него действительно тяжело. И это что-то правда абстрактное. Прям вообще абстрактное. То есть ты прям вот… Нельзя это объяснить. Но в тот момент, когда ты с аналитиками разговариваешь, понимаешь, что, блин, у него есть аналитическое мышление. Или нет, у него его нет, извини. Ну, и SQL – это какой-то такой единый язык для аналитиков, который им действительно нужен, потому что почти у всех компаний есть какие-то базы данных. И из этих баз данных надо вытаскивать данные. Это очень неудобно делать, когда это делает какой-то технарь для тебя. И гораздо удобнее, когда это ты делаешь сам. Поэтому SQL – это must-have для аналитика. И дальше есть сильные необязательные навыки. Ну, опять же, смотря для какого аналитика. Например, Python – это для всех аналитиков полезно, но это прям ты уже должен быть прошаренным хорошим аналитиком. И второй – это основа статистики и оба-тестирования, но это в основном только для продуктового аналитика. А теперь я рассказала много-много про навыки. И теперь, собственно, расскажу про высшую школу экономики. В том числе, зачем мы сегодня собрались. Итак, все знают высшую школу экономики. Это лидер рейтинга вузов. Учат всему, учат хорошо, учат давно. На базе высшей школы экономики есть факультет компьютерных наук. И здесь есть также центр неприиманного образования. Факультет компьютерных наук. Что мы делаем? Мы обучаем data science машинному обучению. И все это может быть в любой момент для любых. Будь ты студент, будь ты ученик школы, будь ты уже давно-давно выпускник в вуза и в какой-то момент решил, ой, я не хочу заниматься тем, чем я занимаюсь, хочу пойти в аналитику или хочу все это поизучать. И, пожалуйста, высшая школа экономики все это предоставляет. Какие есть очные и онлайн профессии? Очные профессии – это специалист data science. Ближайшая дата старта 11 сентября. И это очень интересный курс. Дальше профессия аналитика данных. Ближайшая дата старта 5 октября. И там собрались реально крутые специалисты из разных компаний. Я там тоже есть. Ближайший старт 5 октября. Я уже сказала, слишком хочется, чтобы все пришли на этот курс. И также есть питон для автоматизации и анализа данных. Это, опять же, язык, который позволяет анализировать данные просто легко, с небольшими манипуляциями. И это очень удобно, и это очень здорово. И что есть онлайн? Онлайн есть программирование на питоне. SQL для начинающих, фронт-энд-разработчик и аналитика в бизнес-интеллиженте. Это BI-система. Это то, что я вам рассказывала. Отдельно остановлюсь на втором пункте, который есть онлайн. Это SQL для начинающих. И там я один из соавторов курса. Что будет? Старт 19 сентября. Продолжительность 2 месяца. Будет много реальных примеров. Под конец даже будет бонус, как проходить собеседование по SQL. И тут будет много примеров того, как и в каких задачах применим SQL. И это прям вообще курс с нуля, где очень здорово, легко можно погрузиться в все это прекрасное язык программирования. На самом деле SQL – это тоже язык программирования, поэтому вы не удивляйтесь. Ну и, наверное, последний вопрос, который я хотела бы обсудить, по-моему, последний – это куда расти аналитику? Аналитику надо в стратегии расти, в практике, вот, из теории в практическую плоскость уходить. Ага, так. В железо. В железо. Отлично. Еще варианты? Мне кажется, аналитику можно идти в продакты смело. Вполне. Еще варианты? Маркетинг. Маркетинг. Кто сказал мать? Кто сказал маркетинг? Еще варианты? Проджекты. Проджекты. А в науку? Ого, это интересно. Так, вот еще, Оля. Ну, учитывая, что все-таки прогнозы строятся и так далее, все-таки, наверное, в менеджмент. В менеджмент, да, хорошо. Отлично. Data science. Data science, да. Чего у меня есть? У меня есть первый ответ на мой вопрос, это вширь. June, middle. Ну, короче, развиваться именно в аналитике и, блин, остановиться в развитии. Ну, нет, на самом деле. Продолжать много-много развиваться, становиться суперсеньором, становиться суперпрофессионалом, рассказывать про свои крутые штуки на всяких конференциях, менять компании, приносить опыт разным компаниям, коучить людей, учить их аналитики. И, в общем, это первый мой вариант. А второй, team lead, это становиться каким-нибудь руководителем. Ну, то есть, ну, тут, собственно, ответ для всех можно становиться руководителем, но в аналитике тоже. Дальше, тех lead, это уже как раз про ответ железо. То есть, начинать погружаться в аналитику именно в плане, а как это, что здесь и как считается. Дальше, это действительно продуктовый менеджер. И дальнейший вариант для продуктового менеджера – это уже CPO. Ну, то есть, на самом деле, здесь почти в каждом можно что-нибудь дописать. В team lead можно написать руководитель отдела аналитика, в тех lead можно написать CDO или, что там, COO, не помню. В продуктовом менеджере – CPO. Вот, соответственно, data scientist – это следующий вариант ответа. Ну, здесь понятно, здесь это скорее близко к тому, что в первом, но это еще больше погружаться в данные, анализировать с помощью питона, строить классные прогнозные модельки, что следующим действием сделает человек. И, в общем, как-то так. Дальше. Дальше это data engineer. Ну, это тоже про железо, тоже понимать, как работают уже сами процессы внутренности. Ну, и можно перейти в аналитику другой области. На самом деле, это тоже интересно. На самом деле, меняя компании, если они не связаны между собой, вы каждый раз погружаетесь в новый мир, для вас появляются новые слова. И даже если вы были прокачанным аналитиком в одном компании, а перешли в какую-нибудь компанию другую, вы уже погружаетесь и узнаете что-то новое. На самом деле, внезапно у меня все. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...